Витаю, моя Ридна Украина! Это, наверное, самое тяжелое видео, которое я вообще в своей жизни делал. С момента начала войны уже прошло, уже шестой месяц у нас идет. Я никак не мог сделать вот из себя, выдавить вот это видео, понимаете? Вот дело не в аквариумистике, дело вообще ни в чем. Дело в том, что... Есть моя Родина, в которой сейчас идет война, понимаете? Мои ощущения, я их передать словами не могу, поэтому даже спустя 5 месяцев я не могу это видео записывать. Не знаю, сколько дублей уже мы будем делать по этому поводу. Ну, как бы пока так. Что вам хочу сказать? Я вообще не хотел никакое видео делать, вообще не хотел ничего делать. Знаете, какая аквариуммистика, когда такое происходит? Но это, как бы знаете... Это когда не на камеру. Я первый месяц-два вообще был в полном шоке. Ну как, не то, что в шоке, а просто в афиге, можно даже так сказать. А почему это происходит? Вы у меня много раз спрашивали, что я там, как во Франзию-то попал и все такое проще. Ну, я вообще с Луганска. Я, получается, бандеровец Луганщины. И когда я, в принципе, хочу вам сказать, украинцы, я вас понимаю... Я как бы вас понимаю, потому что... Вы знаете, меня в четырнадцатом году сильно освободили. И когда вот это началась вторая фаза полномасштабного вторжения, у меня это все вернулось. Как в первый раз. Я так же, как и вы, как и Чернигов, и Буча. И Сумы. Я это все переживал сначала в Луганске, потом в городе счастье. Украинцы все знают, что это за город. Я знаю, что такое и град, и пион, и смерч. Это все прилетало в мой поселок. Мы прожили пять месяцев под этим всем дивным дождем. Я просто общался с ребятами из армии. У нас был батальон Айдар. Все знают, что это такое. У меня там были друзья. Они говорят, Сережа, там, где твой дом стоит, не будет больше ничего. Поэтому надо оттуда уезжать. И я его объехал в четырнадцатом году. Кстати, свой дом, никто его не видел за восемь лет. Никто. А сейчас, когда счастье перешло к оккупантам, я думаю, не знаю, что там от него осталось. Ну, речь даже не в том, что там дом, где-то там не дом и все такое прочее. Я просто... Почему я это вообще говорю? Я говорю о том, что не хотел я никакое видео делать, ничего не снимать и все остальное. Да, хотя у меня тут очень много всякого происходило с аквариумом. И есть что показать. Я наделал кучу передач. И у меня очень много передач сделано, они просто не выставлены. Я думал, что ну зачем оно, кому интересно аквариумистикой и все остальное. А потом, знаете, как бы все равно человек привыкает ко всему. И я вот начал смотреть блогеров украинских, которые той же аквариумистикой занимались. Взять же того же дядю Васю с Харькова, который там снимал. Ну там всякие разные вещи. Но жизнь, знаете, как бы идет и все такое... И она идет. Никуда от этого не деться. И я как бы еще, знаете, еще... Вы мне еще писали... Кучу денег сюда бабахиваешь, живешь в Европе, там зарабатываешь, YouTube и все остальное. Ничего я не зарабатываю. Мне 300 лет ничего не нужно. Я делюсь с вами тем, чем занимаюсь. Интересно вам смотреть, не интересно, это другой вопрос. А о заработках тут вообще никакой речи и быть не может. Поэтому я вот так вот посмотрел на это все, знаете, жизнь течет и все такое прочее. У меня одноклассники, у меня друзья воюют на передовых и все остальное. Я с ними разговариваю, там спрашивал, ну а как вот вы там воюете, погибаете, грубо говоря. Да, я тут какие-то видео про аквариум снимаю. Они мне все как один говорят, жизнь-то идет. А как? А как? Я вот сижу, говорит, в окопе. Говорит, а у меня аквариум. Аквариума больше нету. Я хоть на твой канал зайду, посмотрю, где там аквариум, что-то там... Полюбуюсь на это все и все такое прочее. Поэтому я так вот, знаете, как... Я так вот думал, ну... И знаете, как вот... Видимо, как-то это все связано. У меня как война началась. Вот этот аквариум большой, Ювель, который... Ой, не Ювель, а большой аквариум, который я клеил. Я его клеил со своим родственником. Он в Луганске. Они в Луганске были. Он умер, Царство его Небесное. Дима. Не знаете, как... Я не знаю, как это даже с чем-то сравнивать, связывать или не связывать. Вот у меня сломался нафиг аквариум, который я с ним клеил в тот день, когда он умер. Знаете, это странные все дела, такие все происходят. И у меня вот много чего тут начало все происходить. Я начал о многом думать. И в принципе, как... Можно было... У меня вообще была такая мысль вообще закинуть это все нафиг и все. Ну, как бы все равно, знаете, здравый смысл, он все равно куда-то как-то начинает превозобладать над эмоциями. Хотя эмоции это такие эмоции, что просто невозможно их пережить. Вы же понимаете, у меня все родственники в Украине. Ракеты летят каждый день. Поэтому тяжелая передача, что я вам хочу сказать. Ну, но уже получается шестой месяц. Я еще раз вам хочу сказать, надо было... Блогеров много делало, видео, свою позицию там высказывали о том, о сём. Знаете, у меня дело не до позиции было. Я просто в четырнадцатом году это уже раз проходил. Сейчас второй более страшный эпизод этого всего дела. Поэтому мы тут занимались и гуманитаркой, и приемом беженцев, и всего такого прочего. Я не буду вам рассказывать, что мы тут делали. Хотя вы знаете, как я вам так хочу сказать, меня совесть мучила определенным образом по поводу, почему я там во Франции, я не остался в Украине. Но я не буду вам рассказывать почему, потому что на это есть определенные были причины. Но я вам так скажу, что я морально и физически компенсировал все то, что меня мучило восемь лет. Поэтому эту тему я как бы вообще отпускаю и отпускаю. Что еще хочу сказать по поводу вот этих… У меня будут все передачи с одним злоганом. Витаю, моя родная Украина и приветствую всех адекватных людей. Ну, с Украиной то понятно, все заразумело, да. А адекватные люди, они везде есть адекватные. Я не буду рассказывать про хороших или плохих там, или еще каких-то. Я говорю о том, что если у кого-то там есть какие-то сомнения о том, что происходит в Украине, или кто-то думает, что какая-то операция там нахер происходит, отпишитесь от меня нахер. Потому что я не хочу, сука, на своем канале об аквариумистике и рыбках вас, сука, всех наблюдать, вот этих конченых тварей. Я по-другому вам ничего сказать не могу, поэтому у меня только такая эмоция вызывает. Если б можно было, сука, загрыз бы нахер всех. Так что вот такая ситуация. Адекватные люди на канале остаются, а вы со своей желчью, со своей, сука, мочой нахер, вы можете даже, сука, не пытаться писать никаких ни комментариев, ни хера. Вы, сука, улетите нахер, сука, за своим ебучим кораблем. Поэтому на канале остаются у нас только адекватные люди. Так что вот такое вот видео, ну оно эмоциональное немножко. Я тут, конечно, ну сложно мне это все передать словами, потому что вы должны понимать, я все понимаю. Я смотрю, когда видео с Мариуполя, я когда смотрю видео, боже мой, это у меня, я не могу это даже представить. Этот жах, этот ужас весь. Хотя я, я же еще раз вам говорю, я в городе счастье пять месяцев прожил в землянке, готовил еду на костре и, ну даже консервацию делали на костре с женой. Ну, такое было интересно. Я все бросил, я все потерял, я ничего не смотрел. Если подписчики есть, которые меня смотрят, которые тоже все потеряли, не думайте, что это все, конец жизни. Нет, это новый этап. Это знаете, как, я тоже подумал, я приехал такой и думал, боже мой, что я буду делать. Моя первая ночевка была в метро с семьей. Вы понимаете, о чем я говорю? Без еды вообще. Я все понимаю, как это все тяжело, но у нас, как-то скажет, мы все сгуртованы. Мы все как один. Я думаю, вот это нужно, вот это нужно не отпускать, потому что это очень важно. Очень это важно. Кстати, вот в поддержку, допустим, я во Франции живу, да, но у меня все, у меня все люди, которые меня окружают, ну все, там, максимальная поддержка Украине, максимальная, там, ну все, что можно. Я, как бы, мы пытаемся взять и на работу украинцев, поддержать всех, там, у нас приехали дети с Украины. Мы, ну, делаем все, что можем. Поэтому, как сказал нам президент, каждый должен находиться на своем месте. Кто-то может с автоматом бегать и стрелять, а кто-то может сорок тонн медикаментов найти, знаете. Поэтому, короче говоря, все должны быть на своем месте. Ну, а по поводу нашей аквариуммистики, я это делаю, ну, просто потому что делаю. Мне кажется, что, еще раз повторяю, кто-то сидит в бомбоубежище, да, и хочет посмотреть за аквариумом, почему не дать эту возможность. А если не хотите смотреть, ну, пожалуйста, не смотрите и не осуждайте, если что. Ну, я, я, как бы, хочу, ну, я делюсь с вами тем, что сам переживаю, собственно говоря. Ну, да, я в лучших условиях, вопросов нет. Ну, я считаю, что Украина, она переможет обовязково. Я молюсь каждое утро. За вас, за Украину, за усіх наших хлопців, які боронят нашу державу. У цьому складу і мої друзі, мої знайомі. Это тяжело. Ну, я считаю, что Украина переможе, обовязково переможе. Будет у нас еще один святковый день и перемога над расистами. Я думаю, я вважаю, что все будет хорошо. Я на это очень-очень надеюсь. Посмотри, что я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Пять месяцев я не смог сделать эту передачу. Все очень тяжело. Ну и на остальное, что хочу вам сказать, держитесь. Дорогие, держитесь все. Где бы вы ни находились, что бы вы ни делали, жизнь продолжается. И если мое какое-то видео даст вам какой-то позитив, я буду только этому рад. Поэтому Украина, держимся, как всегда, держимся. И самое нелюбимое кацапами слово – это слава Украине. Украина, Либр. И, конечно, все хорошо.